Национальное подразделение с Южной Осетией, национальное, подчеркиваю, комплектованное Южными Осетинами. Было одно в Донецке, это была банда Заура. Сколько думать надо, пацаны? И как вы будете смотреть на тех ребят, которые сейчас выполняют боевые задачи на фронте 1300 метров километров? Это достаточно серьезное оружие, это ЗРК средней дальности. Друзья, всем привет. Россия продолжает уничтожать народы колонизированные. И вот батальон Осетин просто полностью затусочен под пятихатками, включая их заместителя комбата. Что они при этом рассказывают, как пытаются сделать вид, что это неправда. Ну и как на российской пропаганде в это время рассказывают, что украинцы сдаются подразделениями целыми и все под наркотиками. Ну все как один, понимаете, все сдаются, а в то же время сами россияны сидят по подвалам откизники, которые не хотят воевать. Сейчас обо всем подробно, вы не забудьте подписаться, пожалуйста. Кнопка под описанием к этому видео черная, значит ее нужно нажать на нее, и она станет белой, это значит вы подписались. Спасибо. И рядом с ней кнопка палец вверх, это значит лайк. Нажмите, пожалуйста, ее для того, чтобы показать ютюбу, что это видео важно, его нужно распространять. Спасибо. Друзья, это очень важно, нам нужно, чтобы больше людей узнало правду, а правда такая, и меньше отправляли гибнуть своих родных и близких. Вот так Россия отправила умирать за них, понятно, что Осетин, где Украина, где Осетия, тысяча километров, но отправила умирать их в Украину, и они умерли. Целый батальон, шторм Осетия, за двухсочин, в Пятихатках. Посмотрите, как он выглядел до захода в Пятихатки, и до того, как туда пришло ЗСУ и освободило Пятихатки. И вот посмотрите, что от него осталось, когда остатки батальона, там стоит 16 человек, и говорят, мы, это неправда, что нас разгромили, ну да, часть убили, но не всю. И комбат с нами воюет, только про замкомбата не говорят. Я сейчас объясню почему, посмотрите. Отвечаю на фейковое видео бойцов ВСУ о том, что они якобы окружили и уничтожили батальон шторм Осетия. Хотелось бы вам... Батальон шторм Осетия со своим командиром продолжает давить и уничтожать противника в районе населенного пункта Пятихатки. За время, за несколько дней контрнаступательных действий мы потеряли несколько боевых товарищей. Светлая им память. Мы с еще большим желанием и боевым духом уничтожаем... Слава России! Слава Осетии! Ира Тарабза! Да, а почему не говорят про замкомбата? Да, потому что он точно погиб. Айтихов, Айвенко, значит, уже все, он уже на концерте Кобзона, о чем их паблики рапортуют, сообщают, там уже точно все свершилось. Ну, в общем, представляете себе, целый батальон. По разным данным, порядка 300 человек они потеряли там в боях. Зачем? Для чего? Ну, абсолютно непонятно. Напомню вам, что такое Осетия. Значит, есть Северная Осетия, которая сегодня один из покоренных Россией регионов и колонизированных Россией народов, осетинных. И есть Южная Осетия, которая вообще часть Грузии. И которую Россию, ну, никто не признает, кроме России. И там кто еще, там, Сирии, Башара, Асада. Даже, по-моему, Северная Корея не признала их как отдельное независимое государство. В общем, ну, это, кстати, там очень смешно у них. В этой Южной Осетии был такой президент Бибилов. В общем, ну, он, да, больше похож на ***, конечно. И так вот этот *** ездил бодрить осетин, которые не хотят воевать. Абсолютно правильно. Которые кинули под углидар. Они как увидели, что там творится. Какая мясорубка бессмысленная. Они отказались идти в наступление. Тогда прислали этого Бибилова, который должен был, значит, их взбодрить. Только, похоже, больше взбодрили самого Бибилова. Посмотрите и послушайте общение осетин со своим, как бы, условно, бывшим президентом. Сколько думать надо, пацаны? И как вы будете смотреть на тех ребят, которые сейчас выполняют боевые задачи на фронте в 1300 метров километра ***? Ваши земляки *** с одного города. Послушай, а если б ты не боялся? Я бы ты выросил. Если б ты не боялся, а ты б так не говорил мне. А ты б меня в пальце не стык. А в душе, а в душе, ты трус. В душе я трус, я без оружия здесь стою. И что? И кто из нас трус? И что? И что из нас трус? Подраться хочешь? Это ты хочешь, а не я. Внимание. Послушайте. Даю простой вопрос. Дайте мне приказ. Вы будете привлечены. Да. Если нас я официально вам заявляю. И вы тоже. Я тоже официально вам заявляю. Бандиты. Значит, тогда привлечёмся. Ну, а вообще там, простите, такая история. Где осетины, которые, здесь, как мы видим, боевать не хотят, которых туда просто пригнали. Ну, то есть осетины, которые приехали сами туда. А кто это? Да просто бандиты. И это говорю не я, а это говорит Гиркин Стрелков. Он говорит про просто банду из осетин. Он смешно говорит «южные осетины». В общем, вот эта банда, которая грабила Донецк вместе с Хадыковским, которого вам тоже называют бандитом, с этим сложно не согласиться. В общем, послушайте его. Национальное подразделение с Южной Осети, национальное, подчёркиваю, комплектованное Южными Осетинами, было одно в Донецке. Это была банда Заура, под подчинение другого бандита, ныне официального полковника Росгвардии Хадыковского, которая занималась тем, что крышевала и грабила, разъезжая по Донецку на трёх нонах. Ни в одном бою замечено не было. Банда, юго-осетинская банда Заура, национальная, бандитствовала в Донецке и не принимала участия в боях. А что касается начала СВО, то мне известно, что очень значительная часть осетин, служивших на территории республики, контрактников, на войну отказалась ехать. Это факт. Ну и не только Гиркин Стрелков, друзья, это говорит. Ведь и даже ТАСС российский выкладывает видео, как российские спецслужбы арестовывают такую банду осетин в Запорожской области, которые занимаются грабежом, рэкетом. Посмотрите кадры этого. А где вы? Гирюзов, броня! Воню есть пара! В общем, вот вам, пожалуйста, Россия во всей красе. Бандиты, те приехали сами. Понятно, что бандиты есть среди любых национальностей. Осетины, которых они набрали и кинули умирать, воевать не хотят. Ну а те, кто все-таки воевать пошли, то их просто всех перебили. Вот, собственно говоря, и все. А Россия рада? Отлично! Меньше будет людей, которые поставят вопрос, а чего вообще осетины должны жить, собственно говоря, под Россией. Поэтому они их лучше убьют в Украине, чтобы такие вопросы не звучали. Классическая имперская политика. Ну а в то время, как это у них происходит в собственной армии, то они рассказывают истории про украинскую армию и как, значит, целыми подразделениями украинцы сдаются. Да, и все под наркотиками. Ну как один. Посмотрите. Вот у нас сейчас количество пленных просто, вот, слава богу, растет день за днем. Да, вот слава богу. Вот, я не знаю, вы же там общаетесь с земляками? Да, пожалуйста, передавайте. Вот они сдаются в плен, и они прям, ну вот, без громких слов, они рады, да, они там, ну вот, плачут отчасти, да, практически, что все, они останутся живы. Мы видели такую картину, когда после нанесения тяжелым вооружением по одному из окраина силеного пункта, из него просто уже, наверное, изнемогая вышло порядка 60-70 человек, и вот это просто стадо людей просто шло толпой по дороге. По ним наносилось огневое упражнение, артиллерия градом, но они никуда не разбегались, просто шла толпа, умирала, и шли, откатывались там в свой район высоты. Наркотики, страх, ну вот общались с одним из пленных, ну, они все подтверждают все это. Перед каждым наступом выдают, колятся. Уже какой бред они несут, какие наркоманы, кто, что. Ну, что тут можно сказать? Ну, свои сказки продолжают рассказывать. А в это время сами реально, кто у них сдается, это сами россияне, и отказников они держат по подвалам. И таких мест очень много. Сейчас вам покажу видео из Зайцева, Луганской области, где российские отказники просто на повалку там валяются в подвале. Посмотрите на это. Пацаны, на листах ДСП, где они отдыхают, отдыхают. После обстрела, форт-обстрела. Здесь и баня у нас одновременно, и питание. Хорошая армия, что тут скажешь. Ну, и против этой армии, там, кстати, очень тоже смешно Соловьев рассказать. Да мы западная техника. Да она оказалась просто говно. Послушайте. И представляете, какой сейчас шок для западников? Потому что они же нас приучили работать со всем своим, в том числе и передовым вооружением. И самыми современными. А ниже Леопарда 6, это же ультрасовременный танк, в котором учли все минусы Леопарда 4, которые сжгли Курды в Турцию. Представляете, что сейчас наши посмотрят и скажут, это умеем работать, это умеем, это умеем. Мало этого, заявили сейчас западники, что у них не хватает критических материалов на производство боеприпасов, источены арсеналы. Так что вот сейчас этих задолбим, и дальше до Атлантики. Они махом всех к черту и мать. А кому там противостоять-то? Воевать им нечем, снарядов у них нет. Все закончилось. Про их технику мы все поняли. Да, а в это же время другой Коротченко рассказывает, как Украине уже поставляет, Франция и Италия. Кстати, я сейчас на сессии ПАСЭ и как раз во Франции. Следите за новостями, будет очень важная резолюция завтра, друзья. Так вот, какая мощная система ПВО? Сам ПТИ Франция передает Украине. Послушайте его. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая сегодня на открышемся в пригороде Парижа аэрокосмическом салоне Ле Бурже, сделал особый упор на поставку для Украины современных систем противовоздушной обороны. Причем обозначил, что первая поставка совместного комплекса ПВО разработки Франции и Италии, САМПТ-Т, уже, собственно, переданным украинским военным. И что это за система? Он объясняет, почему это хорошая, мощная система. Достаточно серьезное оружие. Это ЗРК средней дальности, многофункциональный радар, способный комплексно обнаруживать и осуществлять целеуказания, пусковые установки на каждые 8 зенитных управляемых ракет, и, собственно, вот одна функциональная единица – это центр боевого управления, это радар и 6 пусковых установок. То есть умножаем 6,8, 48 – достаточно серьезный комплекс противовоздушной обороны, который способен прикрывать как стационарные, так и мобильные объекты. Ну вот что-то у них нестыковка идет в их рядах и в армии, и в пропаганде. Друзья, вот такие новости поделитесь этим. Чем больше людей это увидит, тем лучше, чтобы меньше таких вот осетин, чеченцев, бурятов, калмыков, татар и так далее ехали умирать в Украину абсолютно ни за что, за империю, которая, собственно говоря, их ненавидит. И наша задача донести им это. Друзья, держим строй!